Никто не забыт, ничто не забыто. Именно под таким девизом на протяжении нескольких лет в столице проходит акция под названием «Бессмертный полк», в котором потомки проносят портреты своих отцов и дедов героев Великой Победы по улицам столицы, отдавая дань уважения их героическим подвигам, которые они совершили в те кровавые годы. В этом году акция планирует собрать рекордное количество участников. Подробнее о шествии «Бессмертного полка» расскажет Джибек Шаршенбиева. На самое главное праздник, Дня Победы, остались считанные дни. В этот день в столице планируется множество мероприятий, самым главным из которых будет шествие «Бессмертного полка». Ожидается, что в нем примут участие более 40 тысяч горожан. В этот день герои Великой Отечественной будут в строю, как и в те времена, так как их портреты пронесут их родные. Следы этих людей пополнит и Даниар Муратов, который будет нести портрет своего дедушки и фронтовика Сейна Садыкпаева, который прослужил в рядах Советской Армии до 1944 года. Он был бортмехаником на военных самолетах. За это время отлетал немало часов и смог внести свою огромную лепту в победу Советской Армии над фашистами. Первого года войны был бортмехаником на самолете. Прошел всю войну и в 1944 году он был контужен, поэтому до Берлина не дошел. После войны он работал сперва в армии немного, лет 10 примерно или 5 отдал армии, а потом после армии он работал в Союзе писателей, был писателем, журналистом, писал книжки. Наш герой на протяжении нескольких лет участвует в данной акции. Он считает своим долгом пронести и показать всем фотографию героев Великой Отечественной войны, которые смогли своим героизмом и непоколебимым духом, несмотря ни на что, обеспечить своим потомкам светлое будущее и мирное небо над головой. Если бы не было их, то не было бы и нас, говорит Даниар Муратов, призывая страну не забывать об этом празднике и об их подвиге. Этот праздник всегда праздновали. Это все-таки великий праздник. Если бы не мой дед лично и если бы не весь народ Кыргызстана, Советского Союза и так далее, то не было бы ни нашей страны, ни нас, ни всех союзных стран. Поэтому это великий праздник, это великий день, великая победа. Его надо помнить и я всех призываю, чтобы не забывали подвига всех тех, кто служил, всех тыловиков, всех, кто был маленьким в этом возрасте и выжил. Народная акция «Бессмертный полк» приуроченная в 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдет и в Бишкеке. Стартует она с парка имени Таира Асанова. Ровно в 10.00 колонна двинется вниз по улице Байтика-Бадыра в сторону площади Победы. Протяженность маршрута составит более 6,5 километров. Планируется, что в нем примут участие более 40 тысяч горожан и гостей столицы. А также к этой акции привлечены волонтеры, которые будут помогать горожанам с решением различных вопросов. Не забыли и про меры безопасности. В этот день на несколько часов на пути следования колонны перекроют дороги, сообщили в мэрии. И будут оцеплены все второстепенные улицы, которые выходят на улицу Советской на 3 часа с 9 до 12 часов. И по мере прохождения полка верхние зоны будут потихонечку открываться. Будет бессмертный полк, будет также сопровождаться машиной скорой помощи однозначно и машиной противопожарной службы. Помимо всего прочего, каждая городская служба получила свой участок определенный. Все акимяты тоже получили участок и сотрудники этих наших муниципальных предприятий будут также помогать обеспечивать порядок и безопасность в качестве волонтеров этого праздника. Напомним, что в прошлом году на шествии бессмертного полка принял участие сам глава государства Соромбай Жейнбеков. Он пронес по улицам столицы портрет своего деда-фронтовика Жейнбека Перназарова, отметив при этом, что потомки никогда не забудут о подвигах своих отцов и дедов, которые победили врага, не жалея жизни ради страны, ради нас. Он отметил, что преклоняется перед своим дедом и его сыновьями, которые воевали в этой войне. Никто не забыт, ничто не забыто. Низкий поклон нашим героям, которые отдали свои жизни ради мира, сказал тогда президент. Предполагается, что и в этом году он примет участие в данном шествии. Соромбай Жейнбейман Урдангар Беков пирамида.